Парковка микрорайону нужна, но стройплощадку нужно оборудовать по всем правилам соблюдения мер безопасности. Аня на скорую руку, напомнил мэр своим подчиненным. Пока в качестве ограждения здесь используют старые покрышки. На устранение недостатков даны сутки. Вот тот раз говорил, что вот эта машина стоит месяц. Бесхозный транспорт в микрорайоне – особая проблема. Перед Олимпиадой весь автохлам вывезли, опять так называемые брошенки начали появляться на дорогах микрорайона. Мэр потребовал от подчиненных провести рейды, найти владельцев автомобилей и обязать их убрать свои машины. Были нарекания к внешнему виду отдельных многоэтажек. К примеру, жильцы вторых этажей домов номер 11 и номер 13 по улице Макаренко самовольно возвели пристройки на крыше магазина. К их состоянию у мэра серьезные претензии. Надо им просто-напросто собрать их и сказать, друзья, есть два пути. Один путь – это мы сейчас подадим на вас суд и, конечно, выиграем суд, и вас будем сносить, и вы сами будете сносить. Или второй путь – это все привести в порядок. Кстати, фасады домов, которые не были отремонтированы при подготовке к Олимпиаде, в этом году, скорее всего, приведут в порядок на средства из фонда капитального ремонта. Главе центрального района дано распоряжение узнать сумму собранных средств и поставить эти дома в план реконструкции. Я поручение дал. Если хотят их оставить, как, в принципе, и вот это вот в магазине, видите, вот, привести их в порядок единого архитунного. К началу курортного сезона в микрорайоне не должно остаться ни одного торгового объекта, который бы не отвечал градостроительным нормам. Глава города проконтролировал их от реконструкции женской консультации. Это важный для города объект здравоохранения. Сюда будут обращаться за медицинской помощью женщины из соседних микрорайонов. Завершить работы строители должны в апреле. Несмотря на большие преобразования, которые произошли в этой части города за последнее время, это касается дорог, дворов, социальной инфраструктуры, муниципалитет планирует и дальше развивать и благоустраивать Макаренко. И задача местных жителей, считает городоначальник, сохранить все то, что сделано, и поддерживать порядок. Внутри это ответственность самих жителей. И надо пояснить, что администрация будет штрафовать. То есть сегодня у администрации какое право? С учетом того, что это кому-то принадлежит, администрация имеет право за антисанитарный порядок или за отсутствие благоустройства оштрафовать. После обхода штрафные квитанции получат и владельцы некоторых коммерческих объектов. В частности, вот это кафе и гаражный кооператив, расположенные на улице 60 лет в ЛКСМ. И еще, по мнению мэра Макаренко, в ближайшие дни необходимо провести субботник. К 7 февраля, годовщине со дня открытия зимних Олимпийских игр, в город приедет много гостей. И микрорайон должен стать таким же чистым, как и центральные улицы города. Игорь Кырп, телекомпания ФКТ.